Для меня, как специалиста с высокой буквы, человека, имеющего высшее образование, кандидатскую степень, не предприниматель, подчеркиваю, а профессиональный банкир, профессиональный, соответственно, специалист, который разбирается в комплексном анализе. Вот эта папка лежит, это судебное решение в мою пользу. В мою пользу судебное решение. Я единственный в России предприниматель, который имеет обалденное количество прав, но не может их реализовать только из-за того, что Сергей Юрьевич продолжает оставаться на свободе. Вот в любую камеру скажу. Когда я проходила психолого-психиатрическую экспертизу, я обжаловала психолого-психиатрическую экспертизу, как кандидат наук, я просто была взбешена. Поэтому я очень прошу президента Бастрыкина закрыть взгляд инфо вообще и всех привлечь к уголовной ответственности. Но Вера Анатольевна знает, что рано или поздно взгляд будет закрыт. Рано или поздно к уголовной ответственности будут привлечены господин Лыков, и господин Халин, и господин Триадский, которые писали, формировали, публиковали эти статьи. Поэтому я хочу, чтобы сейчас, на сегодняшний момент, все, соответственно, структуры Саратовского региона внимательно отнеслись к ходокам, к площадке взгляд инфо, прекратили в конце концов ее читать. Я все добилась. Я добилась всех документов, которые надо. Тогда мы просто не можем давать такую площадку, как взгляд инфо, вот таким людям, которые не признают свои ошибки. Я очень прошу на сегодняшний момент присутствующих журналистов эту информацию правильно послать в общество. Во-первых, кому на самом деле принадлежит инициатива сегодняшнего мероприятия, которое явно выглядит как продолжение вендетта вашего отношения Сергея Пурихина за непрощенные долги. Разрешите, я все-таки доведу вопрос до конца. Разрешите, я доведу вопрос до конца. Или вы решили бенефис одного октября? Нет, ваше право. И выглядит, собственно говоря, вот это вот продолжение вендетты, как в том числе и попытка привлечения внимания к собственной персоне. И второй вопрос. По чьей инициативе вы размещали порочащие сведения о спикере Госдумы Вячеславе Володине, включая ссылки на издания, ныне признанные иностранными агентами? Все это есть в соцсетях, все это мы разместили на сайте. Пожалуйста, ответьте на это. Я считаю, что в данном случае вопрос не имеет отношения вообще к тексту. Я в своем, соответственно, уже выступлении обратила внимание, что я ни с кем, ни в каких коалиций не вступаю. Я очень сильно сейчас несу репутационные риски из-за ваших гнусных публикаций, непрофессиональных. Поэтому в данном случае я считаю, что вопрос, который сейчас вы задаете, он никакого отношения к теме на сегодняшней пресс-конференции не имеет. Если Сергей Георгиевич по сиротам ничего не хочет делать, и более того, пишет, вот меня больше всего удивляет, Сергей Георгиевич, а почему вы пишете, что в регионе плохо, вы пишете статистику, в регионе плохо, смертность высока, все вот, все самое уныние. Все задолженности, они просроченные. И несмотря на то, что срок исковой давности по ним прошел, и они связаны с предпринимательской деятельностью, которую успешно мне мешало делать не только господин Курихин, но и вы в том числе. Как я собираюсь гасить? Я могу загасить эту сумму сразу. Только у меня есть право гасить эту сумму за счет тех, кто доставил мне эти неприятности. Поэтому я полагаю, что правильным будет, если Сергей Георгиевич выйдет и скажет, «Вера Анатольевна, давайте так, я за вас загашу эту сумму, потому что я вам причинила эти неудобства». Вера Анатольевна не бедная женщина. Вера Анатольевна умная женщина. Вера Анатольевна достаточная женщина. Но Вера Анатольевна очень скромная. Жопе слова не дадут, Костя. Я и говорю, жопе слова не дадут. Может, это и дадут. Не знаю, но снимаю. Костя, а мы разве давали и согласен на наши съемки? Не давали. Да пусть снимает, Вера.